Я бы хотел поговорить сегодня о словах. О словах, 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 и поэтому я бы хотел нырнуть с вами в первую книгу царств, замечательная 17 глава. Все мы, как все проповедники очень часто ошибаются, говоря, все мы знаем, что это история, а никто не знает, о чем там история. Там история о Голиафе и Давиде, и мы, о, точно, вспомнили, да, это же в царствах, точно, точно, 17 глава. Но я бы хотел предисторию почитать, и проповедь будет называться «Когда нужен герой?» Когда нужен герой? Мы все хотим быть героями, ну, все хотим быть героями. Вот прямо сейчас на мужа своего посмотри, как будто он герой, так посмотри. Ну, первый раз пусть хотя бы он увидит раз, вот этот взгляд. Ты мой герой, скажи ему, ты мой герой, мужа, скажи, ты мой герой. Да скажите вы уже, ну, ты мой герой, да он герой. Я вот смотрю на вас, жены, как вы не хотите это говорить, он уже герой. Он же просто согласился вообще на эту жизнь с тобой. И вот, и Евангелие, то есть Первое Царство. Итак, смотрите, идет история. Я хочу ее с вами рассказывать. По пунктикам будем двигаться, очень внимательно цепляться к словам Слова Божьего. Потому что нет ни одного неважного слова, неважного имени. Там очень важны всякие разные переводы, упоминания. Поэтому мы прямо внимательно-внимательно разберем прямо вот ветхозаветную удивительную историю. «Три старших сына Исеевы, 13 стих, 17 глава, пошли с Саулом на войну. Имена трех сыновей его, пошедших на войну. Старший – Ильяв, второй за ним – Аминадав, третий – Самма». Ну, то есть он сам пошел. Так вот, смотрите, прямо вот всегда это говорил, всегда буду говорить. Любое доброе упоминание, оно важно и полезно. Любому человеку приятно, когда его оценивают. Вот даже сейчас мы видим на страницах Библии три человека, пошедшие на войну, их имена. Это как бы им в почет ставится. Они молодцы. Как бы такое говорится, ребята, вы пошли, все, вот ваши имена, молодцы. А доброе слово, как говорят в России, и кошки приятно. Но у них был младший брат. Младший чудесный брат, Давид был младший, трое старших пошли с Саулом. Что происходит, когда трое старших уходят, некому работать. И за место них идет работать младший. Все на самом деле логично, просто, и вся логика здесь прослеживается. Смотрите, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец в доме отца своего в Вифлееме. Старшие ушли, работать стало некому, младший подрывается, идет и делает. У меня дома как-то не так иногда бывает. У нас посудомойку разбери, говоришь младший. Она говорит, а почему не средняя должна разбирать посудомойку, а средняя говорит, тебе сказали, ты и разбирай. Ну, в общем, я все разбираю. Но смысл в том, что там было вот все вот так логично, все четко, понятно. Смотрите, что получилось. И выступили филистимляне, 16 стих. Филистимляне тот утром и вечером и выставлял себя 40 дней. Это история о Голиафе. Огромный размеров невероятных военный человек выходил и постоянно кошмарил целую армию израильскую. Он ходил и говорил, кто со мной будет биться. Он выходил каждый день. И к чему эта история? Сейчас они срастутся в одну. Смотрите. И сказал Иисей Давиду, сыну своему. Первое, 17 стих. Запоминай. Иисей сказал Иисей Давиду. Отец попросил Давида. Это не было инициативой Давида. Он не собирался туда идти, потому что мы в предыдущем месте Писания видели, что замечательный Давид вместо своих братьев работал у отца на овцах. Смотрите, что делает он, говорит. Сыну своему возьми для братьев своих, возьми для братьев своих, пункт номер 2, и накорми их. Возьми ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов отнеси поскорее в стан братьев. Накорми братьев. Следующее. А эти 10 сыров, не какие-то там булки, сыры, отнеси военачальнику, их военачальнику. Зачем? Чтобы лучше относился к его сыновьям. Иди, дай ему. Может, он их в обвоз поставит, не бросит их куда-то в пекло. А он говорит, иди отнеси, договори там за них, Давид. Ну, просто в хорошем смысле купи расположение военачальника. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику. И пункт номер 3. Наведайся о здоровье братьев и узнай о нужных их. Отец, вот что вы поняли. Сейчас вы поймете, почему я все это объясняю. Он берет прекрасного, своего замечательного младшего сына и говорит, Иди, накорми братьев, о здоровье спроси, военачальнику занеси и спроси, что братьям еще нужно. Вот несколько вещей, которые отец попросил его сделать. Давид, он был исполнительный. Он не был нашими детьми. Он такой подорвался и пошел. Все собрал, смотрите, что происходит дальше. И встал Давид рано утром, внимательно, 20 стих, поручил овец сторожу. Нет ни одного места в Библии, где просто так написано. Он не просто так поручил овец сторожу. Запомни, пожалуйста, он поручил овец сторожу. Взяв ношу, пошел, как приказал ему отец Иисей, и пошел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. И расположились израильтяне, филистимляне, строй против строя, красиво. Давид, оставив ношу обозному сторожу, побежал в ряды, и придя, что сделал? Спросил братьев о здоровье. Он раздал еду обозному сторожу это, этому это, все сделал. Перед этим поручил овец сторожу, и по словам отца, нашел братьев. И последний пункт, он просто их спросил. Со здоровьем все хорошо? Есть какие вопросы? Они говорят, со здоровьем все. Все, у нас, вот видишь, битва начинается. Все, Давид разворачивается и идет домой. Ну я так представляю, и он такой собирается домой, и он слышит, вдруг труба, войско начало готовиться. Давид, и вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимляне из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, Давид услышал их. Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите, этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Вот Давид, он свое дело сделал, отходит, и вдруг он слышит, в ухо ему вкладывают царицу и полцарства. Он такой останавливается. Что там будет за того, кто убьет? Вы думаете, он не переспрашивал? Смотрите. И сказал Давид людям, стоящим с ними, что там сделают тому, кто убьет этого филистимляне, и не снимет поношение с Израиля? Они говорят, кто это? 27 стих. Народ же сказал ему те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его, полцарства и невесту в придачу. Прямо сказка руссконародная, русско-еврейская. И они прямо, знаете, такие, ух ты. И он такой, а почему бы нет? И вот он тут разговаривает, и он настраивается. Ему надо подвиг совершить. Понимаете, Давид сейчас совершит самый известный нам с вами подвиг. Давид и Голиаф, это все. Это прямо, вот знаете, что-то большое сражается с маленьким, маленький побеждает. Давид и Голиаф. Что-то большое выступает. Это Голиафы. Ты как Давид, Бог на твоей стороне. Мы получили невероятно. Но перед тем, как все это было, Давид расспрашивает, что ему за это будет. Что он только о своей выгоде думал? Он не думал о своей выгоде. Ничего плохого нет. Если тебе что-то еще за это будет. Хорошее. Ну, нет, я здесь, я просто вот так. Ну, не обязательно, можно спросить. Вот он спросил. А что, царь сказал. Ладно, хорошо. Смотрите. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорит он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида. Смотрите. Парень готовится. Парень настраивается. Но все равно там такая машина стоит огромная, трехметровая, вооруженная до зубов. И ты такой, до сих пор, пока не поймешь, как с ним разбираться, просто поверил, что сможешь. И в это время старший брат. Старший брат, который должен поддерживать. Который должен вдохновлять. Он просто говорит вещи, почему пункты предыдущие были. Читайте внимательно вместе со мной. Рассердился на Елиаф и сказал. Зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец своих? Смотри. Оставил. На кого овец? А мы знаем, на кого. Он поручил их сторожу. Там все, там вообще не прикопаться. Там все было сделано по пунктикам. Смотрите, ничего не бывает. Такого вот, как будто бы зря написано в Библии. Он говорит ему, на кого оставил ты овец в тех пустынях? Я знаю, вот саконири твое. Дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. А нет. А вот нет. Вот не на сражение он пришел посмотреть. Он пришел-то зачем? Военачальнику дать, чтобы тебе полегче было. Вам еды принести. Узнать, какие у вас нужды. Отец ему сказал прийти. Иди, а ты, старший брат, просто разматываешь его перед самым важным моментом в его жизни. Вот как раз когда нужна поддержка. Как раз когда старший брат должен сказать. Нормально, Давид, что? Иди. Я тут постою. Потому что я боюсь. А ты, ты молодец. Ты самый мелкий у нас. Ты справишься. И вот, знаешь, и он, и вот этот вот момент, вот это все. Как бы я поступил? А? Я бы сказал. Ну и ладно. Вот теперь я точно посмотрю на мясорубку. Что с вами этот тип сделает? С которым я мог бы разобраться, от которого вы 40 дней уже бегаете. А вот я не буду тогда. А вот ко мне неправильно отнеслись. А чего? Что? Несправедливо как? Я вес оставил. Он начал оправдываться бы и еще что-то. Он не стал оправдываться. Но я бы еще, знаете, что я сделал? Я такой, ну и все, и все. Я такой, как будто бы ухожу. А потом, когда они все развернулись на сражение, я бы разбежался и старшего бы это, выпихнул вперед. Как будто бы он на сражение выбежал. Ну такой, знаете. А тут Голиаф. Все, ты выберешь. Все такие, фу, Елиаф вышел. Отлично. А Елиаф просто младший брат выпинул. Ну знаешь, что интересно? Он так не стал делать. Он просто собрался и убил Голиафа. Знаешь, что интересно? Я не знаю, как до этого хотел убить Голиафа Давид. Но я думаю, в этот самый момент, когда все стали говорить, ты, когда стали обвинять его в чем-то, он такой сказал, а я тогда палкой убью. Такой, палкой. Вот не то, что вы тут вооруженный, все мечи у вас там, и что все-то, я с палкой пойду. И даже потом ему орал этот из Голиафа, Голиаф замечательно, он говорит, ты что на меня с палкой вышел? Я говорю, а что собака? Он говорит, а как собаку его убью? И Давид умел кое-что фильтровать в своей жизни. Каждый раз самый главный враг, самый главный враг твоей жизни перед тем, чтобы что-то сделать, это слова близких тебе рядом стоящих людей. И вот этот брат все сделал, чтобы Давид не пошел. Но Давид, он же был кто? В конце я вам прочитаю, он был красавчик. Потому что смотрите, что он сделал. И сказал Давид, 29 стих, что же я сделал? Не слова ли это? Это просто слова. Обычные слова, на которые ты можешь не обращать никакого внимания. Это просто какие-то чьи-то слова, чье-то мнение о тебе, мнение о твоих способностях, мнение о том, что ты умеешь, что ты не умеешь. Просто кто-то высказал свое мнение. Почему ты должен из-за этого уничтожить свою жизнь, не совершить все эти подвиги на земле и все остальное прочее? Ну почему? Я не знаю почему. У меня ответа нет. Но здесь, когда он вышел на филистимлянина этого, на Голиафа, в 42 стихе, и взглянув, филистимлянин увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. Представляете, ай, какой ты красавчик вышел молодой биться. Вот такой был Давид. Он не обращал внимания на эти слова. Слушайте, у меня дома собака живет. Ну как собака. Как выяснилось, пробник собачий. Ну потому что собака дома живет. И вот все, кто когда-либо ко мне приходил в гости, всегда было примерно так. Дверь открывается, собака на них бежит. Ну тут собака, конечно, но и она бежит, шерсть такая торчит, она как будто бы больше становится, на 2 сантиметра в объеме. Она бежит. Прямо самое страшное. И все люди знают уже, и просто все идут мимо. И она... А потом прыгает им на руки, начинает лизаться и радоваться. Вот примерно так же человеческие слова в твоем случае должны работать. Собака лает, в караван идет. Собака лает, ветер носит. Давайте упражняться. Собака лает, мы деньги продолжаем зарабатывать. Собака лает, мы в церкви собираемся. Собаки лают нам без разницы. Почему? Потому что это просто слова. И Давид, он говорит, это просто слова. Тогда я палкой убью. Хотел в доспехах выйти, чтобы вас до конца не унижать. Не, пойду, сейчас кирпич его брошу прямо. Вот просто. Взял кирпич. Ну, представьте, это нелепица полная. Армии ставят 40 дней. Я, может, я, может, я. Ну, какой-то пацан идет, такой берет кирпич. На ему в голову. И такой, он падает. Он подвигает. Раз, раз, все. Поднял. Ура, в атаку. И все смотрят и говорят. И каждый, знаешь, что? Ха. Я бы тоже так смог. Конечно. Я вот, я просто уступил молодежи. Вот и все. На самом деле, просто человек не обратил внимания на слова. Не обращай внимания на слова. Вот, обращай внимание на слова в Библии, которые сказаны. Смотрите, друзья. Сразу же ныряем с вами в удивительную историю. Расскажу вам про другие слова. 16.21 Матфея. Матфея 16.21. С того времени, с какого-то удивительного времени, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, и быть убитым в третий день воскресным. Когда вам рассказывают истории о том, что ученики не знали, что Иисус умрет, воскреснет, он это завуалировал, они должны были об этом догадаться, ну вот поэтому они не пришли, поэтому они его предали. Слушайте, Иисус прямо говорил им одно, второе, третье, пункт за пунктом он говорил, и каждый раз он им рассказывал, что с ним будет. И вот зачем он это рассказал им тогда? Потому что настало такое время, он переживал достаточно тяжелый период. Ему было сложно. Трудный период он переживал в Дефсиманском саду, когда просил, чтобы эта чаша прошла мимо него. Трудный период он переживал, когда просил их бодрства с ним в молитве хотя бы час. И он хотел поддержки. И он должен был совершить подвиг, Иисус. Он должен был совершить подвиг. Иисус должен был в эту ночь выйти против этого Голиафа и победить этого Голиафа. Но у него были друзья. А, например, Петр, который что ему сказал? Следующий стих. Отозав его, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи. Да не будет этого с тобой. Ой, как нам не нужна такая поддержка. Он говорит, у меня завтра подвиг. Ну, помните, у Мюнхгаузена был фильм такой. Там 8.20 подвиг. У него был план такой. У него завтра подвиг. И люди говорят, не надо подвиг. Будь милостив к себе. Ну, посмотри, какие могут быть последствия. Ну, в смысле ты умрешь? Да в смысле им надо воскреснуть? Да это какая-то вообще непонятная доктринальная вещь. Не надо тебе этого. И вот тут Иисус вскрывает, кто на самом деле говорит слова в жизнь твою, разрушая твою способность и пытаясь остановить тебя от свершений. И он говорит ему, он же, обратившись к Петру, сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Каждый раз человек, останавливающий тебя от какого-то Божьего свершения, от каких-то финансов, по бизнесу что-то, от любого свершения в твоей жизни, можешь понять, это не этот человек говорит. Это говорит, останавливающий тебя дьявол. И не ассоциируй часто это с человека, что это вот он прям конкретно. Нет, он просто ляпнул, просто брякнул какую-то чушь. Ильяф говорил Давиду, не зная, что Давид поручил сторож, он не читал с нами 17 главу Первого царства, Ильяф. Он думал, что да, мелкий, как обычно, бросил все, не прибрался, и все профукал, там овцы бегают где-то. Он не знал, он просто предположил, взял и сказал. Чаще всего негатив люди говорят в твоей жизни, предполагая, что вот в тебе есть этот негатив. Или как мы говорим, каждый судит в меру своей испорченности. В принципе, он сейчас с тобой разговаривает, смотря в тебе в глаза, как зеркало. Потом про себя Петр говорит, ой, если ты уйдешь, ух ты мама. Петр просто подумал, что Иисуса не станет с ними. А он оставил все, бизнес, все, он примкнул к этой организации. Вдруг в смысле умрет? В смысле на крест? В смысле? И он говорит, да не будет с тобой этого. А на самом деле говорит, и с нами. С тобой и с нами этого. Потому что нет, 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 не надо. А давай оставим как есть. И он пытается ударить словами в веру Иисуса. И здесь происходит удивительный момент. Иисус говорит, отходи, отойди от меня. Отойди. Смотри, он не говорит ему, а, ну ладно, не будет со мной этого. То же самое в твоей жизни. Когда ты начал, хочешь, я хочу какой-то там, знаешь, бизнес начать. Ну, только не безумный. Ну, что-нибудь такое, хочу что-то новое. Я хочу вот здесь учиться пойти, больше зарабатывать, что-нибудь еще. И люди вокруг тебя, слушай, тебе что не хватает? Слушай, ты что там это, знаешь, вот фраза такая есть. Всех денег не заработаешь, слышали? Так звучит. Всех денег не зарабатываешь. Ты думаешь, ну, все макароны не съешь. Ну, все мороженое не слижешь. Ну, ну что? На всем песке не полежишь. Ну, ну что? И мы считаем, что вот это дурь, я говорю, а всех денег не заработаешь, это не дурь. Ну, это, знаешь, капитан очевидность. В кепке вот этой, которая в Сочи написана, вот эта вот такая. Всех денег не заработаешь. Так, конечно, их не заработаешь. Ну, весь борщ не съешь. Ну, ну, как бы ничего, теперь не есть борщ, что ли? Я не пойму, не готовить его? Или что? Завтра опять есть захочешь. Что ты сейчас ешь? Завтра опять захочешь. И так каждый день. Совсем, что ли, с ума сошел? Ну, люди, люди говорят, какие-то глупости манипулируют чем-то еще. Ну, ну, послушай. Ну, не заработаешь всех денег. Ну, попробовать-то можно. А вдруг? А вдруг? И вот люди будут останавливать тебя. Что Иисус сказал этим людям? Отойди от меня. Отодвинь от себя негативных людей. Отодвинь тех, кто в тебя не верит. Найди тех, кто в тебя верит. Я сейчас вам ярчайшую историю моей жизни расскажу. Одна из самых ярких. Не самая яркая, конечно. Потому что она не про меня. Мои только яркие. Как-то раз один человечек, наркозависимый, бывший, пришел в церковь с своей женой. Они ходили в церковь, все хорошо. И у них ребеночек родился. И они видеокамеру взяли. Тогда еще видеокамера была. Снимать ребеночка. И жена положила видеокамеру в фойе, прям вот в фойе, в церкви. Он ее вцап, муж ее. И продавать побежал. И мы бежали за ним с Константином, Константиновичем Аскальным, который сейчас проповедует. Мы гнались, а я так тут, по мнению моей дочери. Мы бежали за ним, но он так быстро бежал. И он сбежал с этой камеры. Плачет жена, плачет ребенок, плачем мы, злимся. Ужасный человек. Так, потихоньку, а мы же все же, церковь, открытых дверей. Он опять начал приходить. Приходил, приходил. Мы его, значит, опять приютили. И он мне говорит однажды, мы встречаемся на площади Горького. Он говорит, нам бы повенчаться. Мне, он говорит, его жена, ей надо было повенчаться. А ему смотрю так, ну, повенчаться. Можешь нас повенчать? Я говорю, нет. Он так смотрит, как нет? Я говорю, похоронить могу, венчать нет. Он говорит, как нет? Я говорю, а как я тебя буду венчать, если ты до сих пор камеру не вернулся? Ну, и еще много каких косяков с тобой водится. И я такой отказал. Я говорю, вот наступит момент в твоей жизни, когда я скажу тебе и повенчаю вас. Посмотрю за тобой. Он еще там накосячил много всяких раз. И вот однажды у нас остров Преображение начинается. На Мочальном, кто помнит, это такое место. Надо было строить все, заново создавать инфраструктуру. И я набирал людей, которые туда могли бы поехать. Ко мне подходит Константин. Константинович. И говорит, возьми его. Возьми. Я говорю, куда я его возьму? Чтобы он всю ночь по палаткам шарил? Ну, вот что я его возьму? Чтобы он что? Спер все, что осталось? Не допер до этого? Я говорю, как я его возьму? Он, ну, слушай, я вот поручусь. Я говорю, если ты поручишься и будешь в заручниках с ним ходить по острову, я возьму, привяжу его, я не знаю, что сделать. Я не хотел брать, честно, не хотел. Потому что я только негативное говорил в его сторону. Я каждый раз хотел, чтобы он что-нибудь украл, чтобы я его догнал. И вот мы едем туда. И чего-то там происходит с ним. Не знаем мы, что происходит с людьми, которые начинают служить Господу. Именно служить людям, палатки ставить, туалеты копать, что-то еще. Я не знаю, что происходит с тобой, когда ты начинаешь физически служить людям. Но у него произошел остров преображения. Он вытащил весь остров на себе. Он там эти, я не знаю, все прям. И он уезжал последним. Он первый приехал, последним уезжал. Всех говорили спасибо. Вот я стоял, организатор этого острова великий, император Мочального стоял. А он рядом собирался. И все подходили и говорили, спасибо тебе, спасибо. Ты нам помог. Я стою такой, пожалуйста, ну, правда говорю, это вы не мне. И ему все спасибо, обнимают. Он в слезах, все в слезах, все плачут. Я злюсь. Он украл все мои лавры. И мы уезжаем последними. И за ним, он сидит просто на собранной палатке. Я говорю, что ты ждешь? Он говорит, отец должен меня забрать. Заезжает отец, такая зелененькая Нива, заезжает. Я вам пытаюсь все накинуть. Кто это? Зеленый Нива. Вот, отец заехал. Отец выходит, багажник открывает. И я отцу говорю, ваш сын? Вообще просто герой. Вот вы не представляете, он стольким помог. Он столько всего сделал. Он столько, 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 столько. Вот стоит вот в годах мужчина. Начинает плакать. Прямо у него слезы. Все плачем, стоим. Я не пойму вообще. Кто когда видел меня плачущим? Ну вот, вы уехали тогда рано все. И мы стоим все плачем, стерпом, стекаемся. И он мне говорит, никто в жизни, за всю мою жизнь, никто не говорил хороших слов про моего сына. Никто в жизни не говорил хорошего ничего. Я первый раз от вас слышу эти слова. Представляете, всю жизнь человеку говорили, какой он? Всю жизнь прям. Всю жизнь. Говорит, ты, знаю, сердце твое, ты пришел на сражение посмотреть. И в какой-то момент человек начал верить в эти слова. Но потом кто-то сказал другие слова. Другие слова. У этого человека прекрасная семья. Он служит в церкви. Он участвует в огромном количестве разных служений. И как только отец сказал эту фразу, я повернулся и сказал, когда венчаемся? Ну не, в смысле, я свою кандидатуру предложил. Нет, я ему, я говорю, когда будем венчаться? И было прекрасно у них венчание. Мы сделали его в церкви. Было торжественно. Настал тот самый момент. Момент подвига пришел в его жизнь, несмотря ни на какие негативные слова. Понимаете, я прямо был максимально в его жизни негативный человек, который поставил на нем крест просто. Притом не крест Иисуса, а крест на его могиле прям нарисовал. Все, я списал его, но кто-то за него попросил, кто-то сказал, дай попробуем, ему дали шанс. Он не стал обращать внимание на то прошлое, которое ему здесь говорили. Он собрался и пошел. И Бог дал ему еще один шанс. Он взял его и несет его до сих пор прекрасно и все хорошо. То же самое Давид. Милые мои, Давид стоял и говорил, мне нужно совершить подвиг, я пойду, сделаю его. Да, спрошу, что почем, почему нет. Спросил, ему еще там бонусы прилетели на сберк, спасибо. И он собрался, пошел и победил, несмотря ни на какие слова. Иисусу тоже сказали эти слова. Не буду с тобой этого. Он говорит, отойди, просто подвинься, отойди, почисти. Давайте прямо сейчас возьмем телефон и удалим контакты, которые тебе не нравятся. Вот прямо сейчас. В принципе, тебе надо оставить только контакт лидера твоей домашней группы и мой. Но так как моего нет, оставь один. Но смысл в том, что мы как люди, мы должны понять этот принцип. Потому что, смотрите, помните, в прошлый раз, это проповедь я решил говорить именно после прошлого воскресенья, когда пастор говорил про Иосифа, что было главным останавливающим фактором в жизни Иосифа. Люди, которые окружают его максимально близко, которые были рядом. Так же его старший брат, так же его братья, которые говорят, сновидец. Он ходит и говорит, я вот что-то, ну знаешь, это как, я представил просто в церкви. Человек подходит к тебе и говорит, ну, к пастору церкви подходит и говорит, пастор, у меня как будто бы это, пророческие сны, я начинаю что-то видеть. И пастор церкви поросится и говорит, о, сновидец очередной в церкви завелся. Вот, ну, и все, и все, и все. Но нет, на самом деле, он не обратил внимание на эти слова. Он говорит, ты что, ты что, сновидец? Ты кто вообще такой? Он говорит, вы там будете поклоняться мне. Он говорит, ты что-то несешь вообще? Но он оставил это в своем сердце, и он прошел через все. Нам кажется, что когда мы, знаешь, благими, мы хотим помочь, мы хотим сделать вот так, хотим вот так, и все вокруг будут рукоплескать, так вообще не будет никогда. В 98-м году мы пошли, ты говоришь, знаете, группу проповедовать наркозависимым. И мы такие поехали к ним проповедовать, не знаю, кто это вообще. В команде у нас не было вообще ни одного человека наркозависимого. В итоге, ой, ребята, просто прям, я столько сразу в один вечер нужд узнал у людей. Просто, вот, и всем надо было каких-то денег от меня почему-то. Не надо было Евангелия, деньги нужны были. Вот, но за два года ни один человек не пришел в церковь. Но мы проповедовали почти каждый вечер, мы приезжали, что-то там. Но семь раз они реально разобрали мою машину. И последний раз разобрали машину так, был декабрь, знаете, двое слушали, один закипел на руле, в моей машине разбитое было стекло, он впит, битое стекло, вскрытый капот, украден аккумулятор, ветрюга такой декабрьский, и я такой стою. Я, наверное, больше не буду ходить проповедовать Евангелие, потому что все. И я такой психанул по-доброму и сказал, все, короче, все, я поехал домой, меня толкнули, я доехал на этой машине, она без аккумулятора могла ездить. Мы приехали, я ее бросил, не знал вообще, что делать, короче, ветром всю ночь, снег туда задувал, потому что стекла не было. И все, в общем, Евангелие, короче, классная вещь, процветание сплошное у тебя будет от Евангелия. И я прямо собрался с мыслями и говорю, пойду, вот скажу им все. Я другие слова хотел сказать, ну, все, я давайте назовем это все, Библия означает все. Все слова хотел сказать. Я собрался, пошел, вечером иду, и там был один человек, который максимально меня раздражал. Он был, он всегда был против, я только там что-то Библию открою, читаю, а вот это как, вот это, то, все, вот такой был прям, ну, это не Константин, это другой человек, вот, ну, и он, и я сижу, Максимова звали, Попов, он умер, вот. И он стоит все время, просто раздражал меня. И они стоят такие толпой, я иду такой с Библией, знаете, говорить им все. Прям все, прям все, я уже принял себе решение, все, что у меня дом, дочь родилась, два года ей, я ее не видел, пока ходил там по этим притонам, пойду, иду. И он отделяется от них, подходит ко мне и говорит, говорит, это, сказать кое-что тебе хочу, прежде чем ты не начал нам тут Библию читать, по мозгам, говорит, нам ездить, вот. Я тебе кое-что сказать хочу. В общем, короче, говорит, по-честному, если ты все бросишь это, то у нас вообще шансов нет. Короче, ну, в общем, все, в общем, это, я больше не буду ничего спорить, ну, все, ну, уйдешь, у нас шансов нет, мы все умрем. Ты единственный лучик света в этом царстве тьмы. Я стою. И он говорит, а что ты нам хотел сказать-то? Я говорю, что там, что? Евангелие 3,16 повествует нам о том, что Бог, Он каждого любит. Ты знаешь, я реально... Слова, слова. Наша реакция на слова решает все. Нам сказали какой-то негатив по отношению, и мы остановились. Это значит, что мы взяли свою жизнь и отдали в руки этого человека, который негативил на нас. А он просто не хотел, чтобы ты поднялся. Потому что если ты поднимешься, то ему жена скажет, смотри, вот все поднимаются, а ты? Или еще что-то. Ты знаешь, много мотивов людей, которые в твоей жизни что-то говорят. Много хороших мотивов. Кто-то хотел предупредить, кто-то там перестраховался, еще что-то. Супруга моя, когда со средним ребенком кровотечение началось, у нас месяца два было беременности. И врачи сказали, все, вы теряете ребенка. А мы уже первого ребенка теряли, у нас был выкидыш, когда нам было лет 21-22. И она легла, и 90-й псалом. Каждый день говорила, 90-й псалом. Каждый день, по сто раз. Я просто проходил в нему комнату, я боялся заходить, 90-й псалом. Она просто лежит горизонтально вот так. Полгода лежала. Полгода не вставала. УЗИ приезжали какие-то делать эти аппараты. Я не поднимаю. Она говорит, пока я лежу, все будет хорошо. И 90-й псалом. Приезжали отслойка плаценты, созревания. Я столько всех диагнозов знаю, женских. Больше, чем врачи, наверное, женские. Они придумывали, приезжали диагнозы. Как-то мы экспериментировали с ней. И приехали одни христиане к нам в гости. Они сели, у ее кроватки одна села и говорит, ну так бывает. Может, разное произойти. У меня спруга моя повернулась к ней и сказала, иди отсюда. Быстрей, пока я мужа не позвала. Он тебе в окно выкинет. Она с благими намерениями приходила. Она просто хотела подготовить мою жену к негативному сценарию. Бывает же? Ну, бывает. Вопросов нет. Бывает. Но не после того, как ты 90-й псалом провозгласил, полгода пролежал и продолжаешь верить. Вот сейчас эти слова не нужны. Ну, не нужны. Они нужны другие слова. И поэтому это просто слова. Собака лает, ветер носит. Собака лает, мы продолжаем ходить в церковь. Чего бы кто ни говорил, мы продолжаем идти за Господом. А говорить будут всегда. А перед самым твоим важным подвигом говорить будут самые гадости большие. Поэтому, если ты сейчас живешь в каких-то гадостях, готовься. Тебя ждет подвиг. Подвиг. В моей жизни все говорят, все хорошо. Я свои подвиги уже совершил, видимо. Но все равно нырнем. Бытие 50-20. Это когда-нибудь напишут у меня надо мной. Когда я лягу вот так, у меня будет это написано на памятнике. Там у всех будет что угодно, у меня памятник. Может даже не на кладбище, может в центре города. Вот. И я, значит, на Мини. А что? В Архангельском соборе. Заповедую похоронить меня. А вот. Вы рядом с Мининым положите. А вот. Но. Может я больше сделаю. Так вот. Бытие 50-20. Написано. Вы. Да? Вот вы. Замышляли против меня. Зло. Но Бог обратил это в добро. Представляете, какая интересная Божья логика. Бог обращает в добро, зло, которое люди против тебя планируют. Я открою вам тайну. Если не хотите, чтобы человек рядом резко подрос в бизнесе, резко у него стало все хорошо в семье, и вообще все стало здорово в церкви, не говорите ничего плохого про него. Потому что Божья логика его поднимет еще выше. Чего у него машина какая хорошая, машина хорошая, машина хорошая. Смотри, еще лучше машина. Еще лучше. Да что ж такое-то? А это Бог. С тобой работает. Благословляет твоего соседа. Правда? Потому что это у тебя внутри это живет. Ты с этим должен бороться. А он остальных будет просто благословлять и накидывать. Поэтому помни это всегда. В твоей жизни это так. Это просто слова. А реакция, она вот здесь. Просто. Мне нравится, Давид. Ее просто говорит. Тогда я вообще палкой его убью. И кирпич брошу ему просто в голову. И он умрет. А до этого, может быть, должно было быть сражение. Но не должно было быть такого унижения в жизни этих вот солдат, которые 40 дней бегали от гляфа. Мне что, можно было просто кирпич бросить, что ли? Оказывается, было все так просто. И вот ты точно так же. Ты совершишь свой подвиг. И у тебя будет удивительная история. И заканчивая. Когда этот человек говорил мне эти слова. Продолжай там. Ты для нас лучик света. В церкви. Не в этот же момент. Ну, примерно недели ранее, недели позже. Одна сестра ходила по церкви и говорила. Он, знаете, зачем все это делает? И все говорили, зачем, зачем, зачем. Он славы себе ищет. Наркоман какой-то, который измывался надо мной, говорит, я лучик света в царстве тьмы. А в церкви сестра, которая знала меня прекрасно и знает хорошо. Она говорила, славы себе ищет. Знаете, что интересно? Славу я так и не нашел. Вот, ну, я нашел там Сергея, все там. Ну, пусть, говорят, есть программа. Пусть все туда едут. Там снимаются у нас подвиг. Аминь. Поэтому поднимаемся, молимся. Меня в институте спросили, ты что, в какую-то церковь ходишь? В институте. Мне было 21 год. Я только покаялся. Ты что, в эту церковь, что ли, ходишь? У меня другого ответа не было. А ты что, нет? Нет. Я не стал говорить, ну, знаешь, ну, как-то, ну, только по воскресеньям, ну, так, у меня там, это, у меня паспорт там. Ну, нет. Я сказал, ты что, нет? Это странно. Это странно. Почему? Мы как будто мы стесняемся чего-то где-то. Ребята, обычные слова. Просто слова. И давайте отречемся сейчас от всех слов, которые говорили в нашу жизнь негативные кто-то. Там какие-нибудь мифические родители, друзья. Все там пальцы можешь загибать сколько угодно, пока они тебя загибаются. На ногах загни. Просто каждого человека просто вычеркните слова из своей жизни. И вспомни, что говорили у тебя хорошее. Вспомни, когда ты приходишь на домашнюю группу. На тебя смотрит лидер твоей домашней группы. Знаешь, он тебе зачем? Чтобы ты хоть что-то хорошее в жизни услышал. Приедем в домашнюю группу. У тебя там скажут, ой, пришел, какое счастье. Ты такой, я счастье? Папочка драгоценная, сейчас прям молимся. Господь, это были просто слова. Многие из нас приняли слова. Многие из нас услышали этот негатив, и мы приняли это в свое сердце. И сейчас это до сих пор травит нас, до сих пор ударяет в нас каким-то корнем горечи в нашем сердце. Прямо сейчас, Господь, мы говорим, что это просто слова. Слова, бумага, хворост, который сгорает в печке и не остается углей. Это слова, которые говорили нам в школе о том, что у нас не получится, мы неудачники. Это слова, которые говорили нам люди вокруг, вписывая нас и говоря, да что от него, из него выйдет. Все из него выйдет. Выйдет из него подвиг. Господь, я знаю, что это просто слова. Мы поверили, мы виноваты, Господь. Но сегодня мы меняем это. Мы принимаем твои слова. Мы принимаем слова Божьей милости, Божьей благодати в свою жизнь, Господь. Принимая от Тебя, что мы царственное священство, что мы люди, взятые в удел, что мы особенные люди. Те, кого весь мир не был достоин, мы Твоя церковь. Мы Твоя церковь, Господь. Мы провозглашаем истины. И мы, может быть, сумасшедшие для этого мира. Но потому что мы знаем, как правильно, Господь драгоценный. Мы молимся, благодарим Тебя. Молимся, чтобы Ты снова и снова, Господь. Отменяем свои слова, которые говорили своим детям, которые говорили своим супругам, Господь. Мы прямо виноваты, Господь. Но во имя Иисуса Христа сегодня время Твоих слов в нашей жизни. Во имя Иисуса мы молимся, благодарим Тебя, прославляем Тебя. Аллилуйя! Ой, пошумим, пошумим! Да! Аллилуйя! Аллилуйя!